Кто верит, что написано в Святой Библии, дела его идут вверх, а кто не верит, дела идут вниз. Да, я верующий, я верю, что написано в Библии, живу. Я не хожу, батю, уже 10 лет не хожу, попал в аварию. Вот моя коляска инвалидная, вот если не верить. Да. Вообще мне 30 лет. А вот если вы желаете больше узнать, вы можете зайти на наш YouTube-канал, мы можем вам помощь показать, как жить. Игнатий Лапкин, «Во свете Библии» называется. Канал «Во свете Библии». Вы можете написать? Я не могу, у меня клавиатура заблокированная внизу стоит. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, я помню. Запишите, запишите, вы забудете. И сейчас зайдите. Это огромный канал, 20 тысяч файлов наших там, 20 тысяч роликов. «Во свете Библии» и Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Ну и как?» «Вот так?» «Да, именно так. Лапкин, наверное, как вам сказать». «Я скриншот сделаю». «Вот». «Вы там найдете все, что пожелаете. А если хотите побеседовать со мной, во скайпе, скайп, такая есть система, скайп». «У меня все есть, и скайп, и ватсап, все, и вайбер есть, все есть». «Вот, ватсап я не люблю. А вот если по скайпу Игнатий Лапкин, я один там, вы на меня сразу выйдете. Я вам скину все ресурсы, а вы напомните, что вы инвалид в коляске. У нас один инвалид парализованный лежал 17 лет, Сергей Козлов. Он нырнул, а он здоровый был, 2 метра, и головой ударился в бревно под водой, подплыло бревно. И он 17 лет лежал, у него ничего недвижимое было. А одно плечо вот это двигалось, а пальцы вот так вот скрученные. «Я ниже пояса, отец, не чувствую. А так, ну, нормально. Ну, ниже пояса не чувствую. У меня тоже позвоночник. Ну вот, зайдите, зайдите по скайпу, Игнатий Лапкин. Запишите, вы не пожалеете. У нас большое содружество. Мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Брат у меня священник». «Никуду, не пью, не матерюсь». «Вот, запишите, и бороду больше не трожьте, и усы не трожьте. Выбросьте бритву. Вас как звать-то? Мартин, Мартин меня зовут. Мартин? Мартин, Мартин. Мартин. Да. Так, минутку. Я сейчас посмотрю в журнале, что означает это имя, как переводится. Оно мне еще не встречалось ни разу здесь. Это интересно даже. Клмн, Опа, РСТ. Так. Следующая страница на букву М. Мартин. Меня так и крестили Мартином. Мартин, да? Да, да. Так, минутку. Так, Марк. Еще что-то. Мартин. Да, да, Мартин. Знаете что, нет перевода. Никак, не знаю, что это такое. Я все имена могу переводить. Допустим, сейчас один был Илья. Илья означает «Бог моя крепость» севрейского. А другой Михаил. Михаил означает «Никто, как Бог. Самый великий Бог». А я Игнатий. Игнатий означает «Неизвестный, неведомый». А с латинского «Огненный, огненный». Как огонь. Ясно, ясно, Барк. Давайте всего самого наилучшего. Я зайду вам, подпишусь на ваш канал. Да, нет, вы по скайпу зайдите обязательно, Игнатий Лапкин. Там можно беседовать. Я материалы скину на мои. Вам будет... Вы забудете про болезнь. Про парализованного Сергея посмотрите. Какой он стал иконописец. Первое место в интернете занял. И какие он беседы давал. Где-то 475 проповедей. Ай-яй-яй. А, вам будет это очень дорого. Хорошо, хорошо. А вы Никой Вуйчич, слышали такое, Ник Вуйчич? Конечно, конечно. Что без рук и без ног. Да, да, да. А сейчас вчера мне выставили, вчера, новый ролик. Родился парень, и у него вот так рук нет, вот тут ласты. И он играет на пианино. Это никто не верил. Ну вот этот же Ник Вуйчич, он же не... Он же этот, протестант. Он протестантская церковь. Ну это тоже христиане, но протестанты. Нет, ну это не церковь. Хорошее все, но не церковь. Церковь это католики, православные, григорианы-армяне, копты и сирийцы. Все, дальше все только ереси. Ну да. Рукоположение у кого сохранилось, а у них нет. Они спустя 15 столетий, как Мартин Лютер. Я вам все отвечу. Да, я знаю, я знаю, Мартин Лютер это же создал, вот эту же... Да, в 1517 году. Так, давайте, до свидания. И вы заходите через час, через час заходи на меня по скайпу. Хорошо, храни вас Господь. Храни тебя Господь, Мартин. Спасибо. Во славу Божию. Мы пришли сюда, в это место разврата, рассказать о Боге, о вечности. Вы не понимаете, мы-то... Подожди, подожди. Кто, вы мусульмане? Да. Какие же вы мусульмане безбородые? Если вы мусульмане, вы должны знать эту книгу. Конечно, знаю. Вы должны ее читать. Да. Вы должны знать. Я тогда по этой вашей книге задам несколько вопросов. Можете ответить? Давайте. Сура пятая. Сура пятая. Сорок седьмой аят и шестьдесят шестой. О чем говорят? Ну и рот разинули. А там говорится так. Мы, христиане, называемся люди Писания. А ваш руководитель, который создал вашу религию, умер в шестьсот тридцать втором году. Значит, и это Писание говорили в седьмом веке. Я не читал Коран, но я... Вы ни Библию не читали, ни Коран. Охотитесь за чужими, вонючими бабами. А ты женись по-настоящему. Живей с одной. У тебя по-другому мозги-то будут. Слушайте, я, во-первых, не развратник, я воспитанный молодой человек, и я не хожу сюда за бабами. Так, а вы, знаете, я вам расскажу. Если вы не знаете, 50 процентов это голые здесь, и процентов 90 мусульмане. И у нас сидят кучи. Я говорю, а вы зачем здесь, в этом месте Содома-разврата? Ну, знаете, я им отмечаю. Я им отмечаю. Слушай внимательно. Да вот познакомиться. Чего знакомиться? Тебе дома 4 жены. Надо за каждую колым платить. А тут 44, голая и даром. И вы, южные жеребцы, пашите на северных кобылах. Нет, в том-то и дело, что, допустим, мы... Вы материться сейчас начнете еще, мусульмане? Чего? Материться начнете сейчас еще, наверное? Нет, мы не материмся. Сохрани вас Бог. А то завтра вас по центральному телевидению покажут. Да нет, просто в том-то и дело, что мы вместе здесь сидим, чтобы освещать таких интересных людей, как вы, допустим. Теперь я буду знать, что есть люди, у которых дома есть и Библия, и Коран, и, допустим, с ними интересно поговорить. Давайте я вам буду задавать вопросы по вашей книге, а вы мне по моей. Нет, просто, что вы так не устроены. Мы, наоборот, к вам очень с позитивом были. Так, смотрите, дорогие мои, если у вас будет желание узнать больше, вы два слова запишите, я вам ключ отдам свой. И вы найдете меня сразу. По скайпу. Игнатий Лапкин. Запишите. По скайпу. По скайпу. А с какого лет ты, сын? Так, послушайте, сейчас потом я вам отвечу. Меня зовут Лапкин Игнатий Тихонович, город Барнаул, Алтайский край. Мне 81-й год. Ничего себе. О, молодец. Игнатий, простите. Игнатий Лапкин. Лапкин. Так вот, если вы сейчас зарядите и к этим словам добавите канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, и вы зайдете на мой канал. Канал, которому равных нету в интернете. 20 тысяч наших файлов. 20 тысяч наших роликов. Мы строим православную деревню с нуля. С нуля. Прекрасно. С нуля, повторяю. В стране погибло 31 тысяча сел. Мы получили землю, статус. Сами, своими силами построили храм, школу. Дороги делаем. У государства ни рубля не просим. То есть мы просим, а они ничего не дают. Я начальник детского лагеря основал его 48 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. Не надо Путина винить. Надо молиться. Вот я спрашиваю сейчас людей. Вы знаете, что в стране за время перестройки убито в утробе матери. Абортов сделано 120 миллионов. Это я знаю. Это, кстати, я знаю. Так. И в стране есть только один человек в стране, в Российской Федерации, который запретил аборты законодательно. Кто это? Один глава администрации. Запрещали аборты законодательно в Советском Союзе. Кто? Кто? Глава администрации. Кто это в Российской Федерации? Кто это такой? Глава администрации? Да. Он герой России. Не по звёздочке, он по душе герой. У меня от него благодарность получена. Не знаете? Хорошо, кто это? Скажите. Рамзан Ахматович Кадыров. Хорошо. А вот вы негативным относили к аборту, да? У меня 38 томов книг вышло, и Бог положил мне подарить книги библиотеки. Мы с Барнаула доехали до Востока, потом до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика, Север и Турция. И подарили книги на 35 миллионов рублей, чтобы люди были другими. Прекрасно. А они после этого, давайте про аборты поговорим. То есть вы негативно относитесь к абортам, да? У нас деревня, которую строим, нет ни абортов, ни разводов. Понятно. Ну, понятно. А вот, допустим, местом так случайно получилось, что ребенок, ну, вот так. Вопрос отпадает, вопрос. Смотрите, Комсомольская правда, это центральная газета. На развороте, если большевики не победили в 17-м году, нас был русских сегодня было 650 миллионов. Полмиллиарда, полмиллиарда. Какой Змей Горыныч сожрал? Полмиллиарда. Голодомор 37-го года. Да, все коммунисты устроили. Коммунисты-умроды. Это я и так знаю. Мне за то, что я первый в стране опубликовал это все, архипелаг ГУЛАГ. Первый в стране. Меня отправили куда надо. Я пять тюрем прошел в лагерь смерти. И вернулся живой. И вы зайдете на наш Ютуб-канал, называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вы там все это найдете. Вам будет очень интересно. А вы сейчас никуда не снимаете, Надеюсь? Повторите. Вы сейчас куда-то снимаете это? У нас всегда все снимается. Везде. Не могли уже, пожалуйста. Не надо об этом говорить. От меня это не зависит. Все, аппаратура установлена, везде все снимается. Вы плохого не говорили. Мало людей, которые одеты. Прекрасные юноши. Хороший разговор. Вам что бояться? Вы наоборот скажите, чтобы видели, что не все померли. Что и в рулетке встречаются настоящие люди. Ладно, спасибо вам большое. Храни вас Господь. Я вас жду. Вы многое получите там. У нас очень хорошее отношение с мусульманами. Мы в доме Муллы ночевали в Баку, когда ездили в поездку. В доме Муллы. Это у них как священник. Я в первый раз увидел таких образованных людей. Мулла разговаривает на шести языках, а жена у него на четырех. У нее университет и консерватория. И мы там беседуем, все снято, в интернете стоит. Вы найдете и вы увидите. У нас в Барнауле, как называют, межконфессиональные отношения. Мы мусульмане, тут большая мечеть. Мы живем, как одна семья. У нас ни вражды, ничего нет. Я вашу книгу не трогаю. Я не поминаю. Я по своей. Ну, спрашиваю. Ты знаешь ее, нет? Почему тебе не знать? Там тоже не одобряется оскорбление и прочее. Ваша книга... Я знаю, слушайте... Ваша книга очень строгая. Я знаю. Я стараюсь жить по заветам. Ваше имя по-русски как-то есть? Если по-библейски, то я Авраам. А если с одной бухой Авраам, это означает странник. А если с две, Авраам. Это отец множества. Отец нации, да. Отец нации. Ибрагим и Авраам с двумя А. Вот так. Это библейский... Вот я, смотрите. Я скажу, как беседую с мусульманами. Я говорю, скажите, вот у нас написано Соломон в Библии, а у вас Сулейман. Это один и то же? Они говорят, да, это один и то же. Я говорю, у нас написано Авраам, а у вас Ибрагим. Это один и то же, да? Теперь... Один и то же. Иса Иисус. Иса Иисус, да. Мусуль и Иисус. У нас Давид написал, а у вас Давут. Это один и то же? Да, один. Теперь вопрос. Почему у нас в этой книге в Библии, святой, три книги Соломона, а у вас от Сулеймана ни одной строчки нету? Если вы его признали. Вопрос серьезный. Дальше. Авраам. Я повторяю. Мне говорят, а расхождения там мало. Я говорю, не мало, пять тысяч двести шестнадцать. У меня один том посвящен Корану. Я спрашиваю дальше, скажите, Давут один и то же с Давидом, да? У нас Псалтырь, самая большая книга в Библии. А у вас ни одного предложения от Давида нету. Хотя вы молитесь, берете Псалтырь. Берете, то у нас. Почему у вас в этой книге нету? Они не знают, что ответить. Я говорю, я вам отвечаю. Слушайте внимательно. Эта речь идет о седьмом веке. Библию достать почти невозможно. И поэтому она писалась, не глядя в книгу, а на слух. А на слух точно не передашь. Это ответ. Этот, который у вас основал религию, это был очень любознательный человек. Смелый. Прожженный всеми ветрами и солнцем. Но Библию достать было практически невозможно. Это седьмой век. Седьмой век. Это труд 20 лет рабочим у нас было работать. 23 года записываний. Да. Ну, спасибо Господь. Наилучших вам благ. Живите дружно для Бога. Христос за нас умер и воскрес, чтобы мы получили прощение. С Богом. Спасибо. Спасибо. Спасибо.